Домовая площадка Вот этот участок, на котором располагается строительство И также участок, сданный под аренду Под строительные материалы и строительную технику Огороженный временным забором Часть этого участка принадлежит территории дома номер 56 Соседнего с этим Сторгус на нашу территорию И надеемся, что это будет предметом судебного разбирательства А также объективной прокурорской проверки Я отношусь к очень к строительству этого дома Чтобы построить такой большой массив дома Сначала нужно, чтобы у нас было здесь хотя бы Несколько школ, детских садов А так я не вижу Скажите, пожалуйста Как Вы относитесь к строительству дома По улице Пионерской 54? Отношусь отрицательно Мы начали бороться против этого строительства Еще на стадии начальной Но, в общем-то, не совсем у нас получилось Когда не было особого понимания у жителей Когда жители поняли, чем это грозит Начали бороться более активно Но, к сожалению, вот он продолжает строиться Почему отрицательно? Потому что, во-первых, наш район очень грустно заселен И так И проблемы с детскими площадками Как Вы видите, в нашем доме вообще нет как-то того Если наши дети теперь гуляют на детской площадке На Пионерской То можно себе представить, когда этот дом будет полностью заселен Сколько прибавится у нас детей И второй момент, конечно, я так думаю, всех очень волнует Это автотранспорт Поскольку у каждой семьи, я так понимаю, из вновь построенного дома будет не одна машина Естественно, и так наши дороги очень просто заставлены нашим транспортом Мы думаем, что тот транспорт, он прибавится Поэтому, конечно, положительных моментов я не буду говорить Ваши отношения прокомментируйте, пожалуйста, строительство в Вашем дворе Это непродуманные отношения Я не знаю, кого мэр, архитектор, кто-то все согласовывает Это очень неграмотное решение Во-первых, заслоняет нам свет Во-вторых, у нас здесь место вообще детям, будете страшны Здесь у нас и так транспорт Хорошо знаки поставят после скандала А теперь нам вообще негде здесь Здесь вот идти опасно В школу, детский цар И куда-либо выходить Очень опасно Вы считаете, что жители Вашего дома Как-то пострадают от того, что здесь вырастет Вот такой многоэтажный дом? Да, я считаю, что жители нашего дома Пострадают тоже Во-первых, вот этот забор заменится другим, более красивым забором И он будет ближе Здесь останутся одни машины С левой стороны машины, справа проезжающие машины И одна проезжающая часть И нашим детям будет негде снова гулять Обеспокоенность о чрезмерном количестве транспорта во дворе В этом мы убедились сами Даже при условии, что многоэтажный дом еще не достроен И не заселен полностью Проехать к своему подъезду Или припарковать машину Жильцам уже стоящих домов довольно сложно Понятно, что по поводу уже возведенной части дома Воевать бессмысленно Можно только доказать ее незаконность Сейчас задача жителей Добиться остановки последнего этапа строительства Так как именно эта часть Закроет не только цвет жителям Дослежащего дома Но и, как ни странно, навсегда Изменит вид всей исторической части города Многие могут удивиться Что общего между Строящимся домом по улице Пионерской Из Старой Коломны Я хотела бы вам показать Что может произойти с нашим прекрасным городом В который все еще стремится поток туристов Если мы будем равнодушны относиться к тому Что и где у нас строится Из Старой Коломны Через мост до Бабрининского монастыря 10 минут пешков Идущим со всех сторон открывается Великолепный вид Со смотровой площадки монастыря Еще совсем недавно можно было наблюдать Великолепный панорамм всего Старого города Мы находимся на смотровой площадке Которая расположена рядом с Богородицей Рождественки Бабрининским монастырем Здесь очень красивое место Рядом с этим монастырем И очень хорошо можно взглянуть Панорамм Коломны От Щурова и до Сандыри Однако панорама самого Кремля Ансамбля Коломенского Кремля Оказалось нарушено Строительством дома Который расположен по улице Примирск-54 Этот дом По сути не должен там был находиться Потому что в генеральном плане развития 1881 года Не было запроверено Не было запроверено Строительство полного корпуса Если бы он хотел И был 9-этажный Его бы здесь не было видно И проблема была намного меньше Но поскольку Коломенский Кремль Ставт у нас символом России То и соответственно Панорама на символ России Должна быть безупречной И наш Кремль должен все-таки Стоять на фоне неба наш Коломенский Кремль это наше культурное достояние это лицо не только Коломна но и лицо Подмосковья мы стараемся сделать все возможное чтобы хотя бы остановить строительство последних этапов, которые при своем окончательном если будет окончательно достроен то этот дом дойдет в панораме до Успенского собора это вообще даже там может не быть 24 декабря 2014 года в Коломенском городском суде прошло очередное заседание суть претензий и бездействия прокуратуры с 2006 года жители домов по улице Пионерской обращаются по всем инстанциям это уже третья инициативная группа которая подхватила эстафету разбирательства по делу о строительстве многоэтажного дома то что происходило далее иначе как театром абсурда назвать нельзя поводом для этой встречи в суде было заявление жителей на недобросовестную работу прокуратуры по их мнению работники прокуратуры не проводили никакой проверки по их запросу связанному со строительством на Пионерской в очередной раз представителям жильцов Термаковой Татьяны Капитоновны были предоставлены все необходимые документы доказывающие незаконные действия как самого застройщика так и закрывающих на это глаза административных органов во время премии, когда стороны могли задавать друг другу вопросы представитель прокуратуры не смог дать ни одного ответа на вопросы Дермакова продемонстрировав полную неосведомленность как в документации так и в этом деле вообще люди, наблюдавшие все это не в силах сдерживать негодование покидали зал суда во время заседания вы не дождались оглашения суда и вышли из зала заседания прокомментируйте пожалуйста, почему? чтобы не находить рассуждение такого рода Татьяна Капитоновна, прокомментируйте пожалуйста решение суда что вы об этом думаете? я считаю, что судьей Синевой было принято совершенно незаконное решение о том, что прокуратура колонны дала нам исчерпывающий ответ в то время как прокуратура в лице Александра Александровича Френка не знает даже и не видела генеральный план 1981 года не знает о том соответствует или не соответствует градостроительный план из земельных участков генерального плана в 82-е годы какие дальнейшие ваши действия по ценам? естественно решение экономического суда мы будем и дальше обжалывать и глава администрации городского правоколомна Валерий Иванович Шуванов призывал жителей города выйти на митинг против строительства этого и сам сказал о том, что примет участие в этом митинге против строительства и будет стоять с лозунгом поэтому мы, я думаю, в дальнейшем такой митинг устроим Большой неожиданностью оказалось решение суда жителям отказали в претензии к прокуратуре считается, что у Фемиды нет разделения на богатых и бедных на влиятельных чиновников и обычных людей символ беспристрастности повязка на ее глазах у этой истории еще будет продолжение однако только время покажет насколько непредвзятое отношение у коломенской богини правосудия достаточно ли плотная повязка на ее глазах иначе и она окажется в стороне субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok